Здравствуйте, друзья! Иногда возникает вопрос, почему опытные талантливые художники не могут обучать, не могут поделиться своим знанием. Я хочу сказать несколько слов в их оправдании. Нет, они меня об этом не просили, просто я сам иногда сталкиваюсь с тем, что, закончив работу, мне нужно сделать вывод и понять, как получились некоторые удачные места в работе, чтобы взять это в свой дальнейший творческий багаж, поставить на вооружение и пользоваться дальше. И порой я обнаруживаю, что некоторые вещи в картине получились случайно, спонтанно, я так не планировал и результат, который визуально меня устраивает, можно сказать, был построен на каких-то интуитивных решениях и, как я уже сказал, на несколько спонтанных принятий решений. Если художник талантливый и заслуженный прошел большой творческий путь, таких решений у него в картине очень много. Помните, я вам говорил о том эффекте, когда рука является продолжением мысли, то есть практически весь процесс написания картины построен на интуиции. Мы как-нибудь с вами разберем работы Саврасова, как вообще это происходит, как выглядит живопись, построенная на интуиции. Да, вы, наверное, сейчас вспомните, вспоминаете предлагаемые в интернете курсы интуитивного рисования. Да, возможно, они построены на этом. Мы спонтанно берем с палитры какие-то цвета, решаем пространственные вопросы на своем полотне, но делается это не на фундаменте большой глубокой тренировки предварительной, а просто на желании человека творить. Ну, давайте сравним это с, например, видами спорта. Вот я люблю хоккей, и можно сказать, там у хоккеиста спрашивают, а как ты за сезон забиваешь больше 50 шайб. Что он может ответить на этот вопрос? Он скажет, ну, надо хорошо тренироваться. Ну, другие же тоже хорошо тренируются, но они столько не забивают. И здесь опытный тренер, опытный человек может сказать, что таково устройство мозга спортсмена. Он, благодаря очень большому количеству тренировок, приобретает не только физическую силу, но и вот эта интуитивная возможность принятия интуитивных решений. Это когда, получив шайбу, ты не думаешь, так, а в какой же угол мне ее бросить? Может быть, в правый, а может быть, в левый. А вот тут вратарь не полностью закрыл ворота, и я, наверное, туда отправлю снаряд. Нет, вдоль секунды приходит принятие решений у высококлассного спортсмена. И если вы когда-нибудь будете наблюдать за хоккеем, посмотрите, как в современном хоккее забивается гол. Молниеносно и, можно сказать, спонтанно. И многие поражения ворот выглядят как случайность. Хоккеист куда-то бросил в сторону ворот и забил гол. Да, есть и такое, но чаще всего он действительно поражает ворота в нужное место, под нужным углом, ставит клюшку в нужном направлении, рассчитывает силу удара, в нужный момент бросает. И все происходит это за доли секунды. Так, что другие соперники не успевают среагировать, тем более вратарь. Это и есть высококлассный спортсмен. Высококлассный художник работает примерно так же на высоком интуитивном уровне. И потом в конце работы вы спрашиваете его, а почему вы вот здесь на подмалевке применили оранжево-коричневые оттенки? И он именно в этот момент начинает задумываться, а почему он так сделал. Ведь он просто рисовал закат, и ему нужно было показать освещение травы при закате. Скорее всего, его решения даже в реалистичной картине сделаны именно исходя из общей задачи. Я показываю вечернее освещение поля пшеницы, которое находится в розовой дымке, розово-оранжевой дымке заката. Таким образом, все подчинено его решениям, которые лежат на фундаменте большой тренировки. И вы застаете человека врасплох, задавая ему вопрос, а как? Еще он может не иметь педагогического образования, или никогда... Вот представляете, он всю карьеру свою пишет картины и никогда не задумывался, как знания передать другим людям. Он просто выполняет свои творческие задачи. Педагогика оставлена им для других людей, которые специализируются именно на обучении начинающих художников, ну или продвинутых художников, но именно на педагогической деятельности. Как же нам учиться у мастеров, которые сами не ставят себе такую задачу обучать других? Если вы видите какую-то картину, она вам нравится, ну, например, художник хорошо пишет небо, и вы бы также хотели научиться, вы внимательно рассматриваете работу. Если это интернет, то пытайтесь найти работу в хорошем разрешении. Если это картинная галерея, то останавливайтесь у этой работы и пытайтесь понять технологический процесс воплощения его удачного решения. Иногда технологический процесс подсказывает вам, как и почему художник использовал именно этот цвет, какой густоты была краска, которую он накладывал на поверхность, как он, ну, под каким углом ставил кисть, широкие мазки, мелкие мазки. Иногда, повторяя этот технологический процесс самостоятельно, для вас как раз и открывается вот эта дверца, в которой уже лежит жемчужина вот этого интуитивного познания живописи. Вам вдруг становится понятны решения художника. Так у меня происходило в тот момент, когда я изучал импрессионизм, в частности, работы Клода Мане. Сначала для тебя это, ну, просто груда мазков. Непонятно, почему там в тени использована изумрудная зелень. Как казалось бы, нелогично. Ну, как можно в тени использовать эту краску? Ну, когда ты пытаешься копировать художника, там, прочел его биографию, метод живописи, ты вдруг, когда видишь визуально получившийся результат, понимаешь, почему художник использовал этот цвет. И в этот момент у тебя просыпается желание дальше исследовать этот процесс. Пытаешься повторить там его мазок не только в цветовом решении, но и в решении того, как мазки накладываются на поверхность. То есть они не все там ровные, одинаковые по величине. Есть мазки крупные, мелкие, есть мазки, похожие на завиток, на розчерк и так далее. И ты, копируя мастера, возникает такое ощущение, что ты ведешь немую беседу с мастером. Кстати, я не зря привел пример импрессионизма. Вот для меня работы импрессионистов, они как-то вне времени. Вы обратили внимание, что импрессионизм как бы не выходит из моды. И если дома разместить картину, выполненную в стиле импрессионизма, она выглядит модно. То есть она может занять место и в офисе каком-то деловом, и в пространстве личного интерьера, и в спальне, и в зале. Картина импрессионистов как бы вне времени. Это удивительный эффект, которым, кстати, можно пользоваться. То есть писать в стиле, который или дублирует импрессионизм, или частично похож на этот стиль. Свой курс «Акриловыми красками импрессионизм» я даже хотел назвать «Мой друг Клод Мане». Ну, подумал, что, ну, может быть, зрители неправильно поймут этот посыл, как-то расценят это как великую мою гордыню о том, что, ну, каким-то образом, там, великий художник, ну, как бы я поставил себя на один уровень. Ну, на самом деле здесь, ну, такое бы название трактовалось мной лично не так. Мне казалось, что, повторяя его работы, изучая технику, я действительно как бы ввел вот эту беседу с художником. И его метод понемногу открывается тем, кто как бы старается понять, вообще задумывается о том, как делалась картина, вот технологический процесс, последовательность, выбор цвета, размер картины, ну, и вот метод наложения краски на поверхность. Я уже не раз говорил о том факте, что Клод Мане подсушивал масло на ткани, на салфетках, и для того, чтобы лишнее масло уходило из краски, и разводил дальше масло на скипидаре или на каком-то быстросохнущем растворителе, чтобы слои краски были сохли, быстро сохли. Ну, по сути, изобретал акрил в своей деятельности. То есть, помимо того, что мы должны понимать, как художник работает, мы еще разгадываем его творческий процесс, технологический процесс. Поэтому мне показалось, что акрил хороший для импрессионизма, потому что, в принципе, сами импрессионизмы стремились вот к этим быстросохнущим слоям, чтобы не останавливаться в работе и продолжать слой за слоем, мазок за мазком, вести вот этот танец кисти по поверхности. Так что, друзья, когда вы обращаетесь к какому-то мастеру за обучением, не всегда можете получить обратную связь по той причине, что мастер просто не готов к такому виду общения, он может быть и рад сам для себя решить, а как он принимает те или иные решения в картине, но не может этого сказать, потому что часть его деятельности построена именно на интуиции. Да, он отправит вас к рисованию, к рынок, скажет, ну, надо начинать с рисования натюрмортов, с одной стороны, будет прав, потому что именно там мы познаем, что такое объем предметов, какова тень, которую отпрасываете предмет, как ее показывать, насколько она должна быть светлой, темной. кстати, вот вам задание, как влияет отражение предметов в воде на наш уровень зрения. То есть, если мы стоим на горе и смотрим на реку, на другой стороне которого находятся деревья, и они, по сути, должны отражаться в воде, как они отражаются в воде? И если наш уровень глаз, ну, например, мы спускаемся горы и теперь находимся на уровне, на обычном уровне, и видим реку и горизонт на уровне своих глаз. Как здесь отражение? Меняются ли характеры, свойства отражения? В каком случае мы будем видеть сам цвет воды, а не только отражение неба в реке? Да? Иногда есть такой угол зрения художника как раз вот на воду, когда мы можем увидеть как бы глубину воды, ее цвет. Иногда даже, если водоем не очень глубокий, даже дно иногда можем видеть. Под каким ракурсом? Вот когда сейчас наступает лето, и постарайтесь понаблюдать за этим явлением. Как ведет себя отражение в воде предметов, и как вы видите это отражение, во-первых, в воде, и как видите сам цвет водоема. Ведь разные реки имеют разный цвет воды. Это первое. И при разной глубине по-разному ведет себя и отражение, и то, как мы видим вот этот цвет воды. То есть, такого изучения может хватить на все лето. Вот просто понаблюдайте. Даже когда вы будете у водоема, у реки, у моря, у озера, можете не брать в руки блокнот, ничего не записывать, но, вспомнив это упражнение, попытайтесь сделать для себя какие-то выводы. Неважно, будут эти выводы правильные или неправильные. Когда в свое время вы начнете писать некую картину, неважно, какие вы выводы сделаете, но заданные вам вопрос, себе вопросы, вдруг всплывут в памяти, вы вспомните этот водоем, как вы были у него, под каким ракурсом вы на него заглядывали, как вы видели отражение, цвет воды, и сможете воплотить это в своей картине. Вот так, друзья. Так что не зря проводите время на даче и на природе. Я желаю вам всего доброго, спасибо вам за внимание, до встречи в следующем видео. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова